Привет, друзья! Это мое новое видео, его я записываю уже из Рима. Нахожусь я в клинике Вилла Стюарт. Приехала сюда в районе 7 утра. Доктор должен был принять меня в 8. Я думала, что в ближайшее время после этого у меня будет уже операция, но нет. Я забыла, что я в Италии и здесь никуда не торопиться. Сейчас время 12.25 и я только недавно зашла в свою палату. До этого все время заполняла какие-то документы, делала тесты и так далее и тому подобное. Сегодня выезд мой из моего города, из Валифоли, из Монтекио был в 3 ночи. Это значит, что я не спала. Сейчас я уже устала, но все равно нахожусь в таком позитивном, хорошем состоянии после общения с доктором и жду операции. Я не рассказала главную проблему. Проблема в том, что нельзя кушать со вчерашнего вечера. И не только кушать, а даже пить. То есть у меня нет воды, нет возможности выпить воды, нет возможности покушать. А операцию, мне сказали, только через 2 часа. Сейчас 12.30, вот 2.30 у меня должна быть операция. Мое колено в данный момент выглядит вот так. Там мне делали тесты. Вы видите, насколько оно опухшее. Плюс переезд сегодняшний, нагрузка. Оно постоянно внизу. Пометили, что это правое уже перед операцией. Так что запомню свое тело таким. Скоро оно будет выглядеть иначе. Скоро здесь появятся новые шрамы. Но я думаю, что мы справимся. Показываю, как выглядит мой номер. Вот, собственно, кровать, на которой я нахожусь. Здесь удобные ручки. Балки. Для того, чтобы вставать. И была поддержка. Позади меня мои чемоданы. Небольшой диван. И ванная комната. Но ее покажу чуть позже, потому что туда нужно еще дойти. Так, ванная комната выглядит большой и просторной. Для того, чтобы было бы удобно перемещаться на костылях. Но надеюсь, что в скором времени я уже не буду их использовать. Эта клиника славится тем, что уже в первый день ты идешь сама. Посмотрим. Друзья, привет! Я немножко отошла после наркоза. Уже могу говорить. Уже могу более-менее себя нормально чувствовать. Слава Богу, операция прошла хорошо. Я надеюсь, что все не зря. Я надеюсь, что талантливые руки хирурга помогли мне на этом важном, первом и самом важном этапе. И теперь только вперед. Сейчас колено мое выглядит вот так. Пока оно замотано, ничего видеть невозможно. У нас стоит дренаж для того, чтобы выходила лишняя кровь, жидкость. Завтра это все будет меняться, будет контролироваться. А сегодня время отдыхать. Еще у меня есть волшебная кнопка. Вот видите, выглядит так пульт с моим именем. И если нажать синюю кнопочку, то к Танюшке придет морфин. Если честно, больно невероятно. Но в этот раз я уже знала, что ожидать. И это не является таким шоком. Потому что после первой операции такого плана, это было большим сюрпризом и нестерпимо. Тут, когда ты себя заранее готовишь, уже можно выдохнуть и понимать, что я с болью договорюсь и где-то могу потерпеть чуть подольше. Еще одна из хороших новостей. У меня есть ужин, у меня есть вода. Время сейчас, сейчас скажу сколько. Без 28 вечера. Я еще ни разу не пила с прошлого вечера и не кушала. После операции я вернулась час назад и не могла не пить, не кушать. Потому что, когда состояние выхода из наркоза тебя тошнит, и если ты выпьешь воду, все это выйдет наружу. Простите за подробности, но это так. Поэтому пришлось немножко потерпеть. Сейчас начну потепенно пить, есть и жить эту прекрасную жизнь. Релакс, Татьяна, релакс. Так, мое утро началось с упражнений. Первое, что я могу делать, это сгибать и разгибать ногу в этой машине. О-о-о! Когда снимут дренаж? Сегодня вот это. Как ты говоришь? Вино? Вино. Вино. Кианти. Кианти, браво. Если что, это мой дренаж. Сегодня, сейчас 30 градусов, но сегодня я к вечеру должна сделать 60 градусов сгибать. Рука, это видео, я не знаю. Так работает машина. Расслабляю полностью ногу, и она за меня работает. Но из-за того, что больно, расслабить не получается до конца, и на этого есть проблемы. Ну что, первое упражнение работает. Первое движение началось. К вечеру мне должно быть 60 градусов. 4 серии по часу. Полтора часа между сериями перерыв. Сейчас у меня 37 градусов. Ну, будем доходить до 60. Моя картинка не меняется. Я начала вторую серию спустя полтора часа отдыха, работала на этой машине по сгибанию. Закончила 53 процента. Сейчас вот первые 10 минут у меня 50 градусов угол. Ну, мне кажется, что смогу я 55-60 уже сейчас в этой серии сделать. А к вечеру, может быть, смогу и больше. Больно, конечно, но нужно. Другого выхода нет. Еще что из нового. Пронесли мне обед. Прокажу вам. Еще не видела. Паста. Ну, что может быть в Италии? Паста, естественно. И... Ой, я так понимаю, это картошка какая-то. Котлетка. Хлеб. Кто любит итальянскую еду, могу вам сказать. Любите вы ее первый месяц, а потом хочется чего-то другого. Это, конечно, все вкусно и замечательно, но каждый день паста, пицца, лазанья, все эти булки невыносимо. Ну, просто невозможно. Мы немножко к другому рациону привыкли. И я чувствовала, что я так долго не протянула. То есть в моем рационе всегда много овощей, всегда много зелени, фруктов, каких-то каши, гарниров разных. Ну, конечно, не только же макароны. Но здесь они к этому привыкли. Здесь кушают так все и так в любой ресторан практически заходишь. И одна и та же еда итальянская, традиционная. Поэтому, если готовлю сама, готовлю то, что я люблю. А если я нахожусь в таких условиях, как сейчас, или на выезде с командой, то, пожалуйста, Танюшка, кушай пасту. То есть, говори, что мог быть, нет, не смешать. Да, да, да. Да, да, да. Идут, что если не улучшать, то делаем контрольную работу. Да. Но мы не смогли, возможно, не улучшать. Но мы не можем, конечно, с минимумовый, считается, не улучшать. Так что, если у нас не улучшать, то я не улучшать. Потому что, в следующей 3 неделе, это очень большая. Да, да. Да, да. альтернативно, но лучше продолжать и не панировать если не умеют в арху 3-х годов, формируют контролл дренаж у меня вытащили, показать вам это не стало что мы говорим? у меня есть дренаж, мой лучший доктор не плохо, но выглядело, если честно, это очень не очень ну что, друзья, у меня хорошие новости я стою сама, первый день после операции могу сделать небольшие шаги сегодня шла сама с физиотерапевтом он мне показывал, ну как шла, 10 шагов туда, 10 шагов обратно но до туалета теперь могу идти сама у них такой принцип, одеваю вот такой лангет он держит мне ногу, нога должна быть прямая, ее я не сгибаю и вот так вот иду первый шаг сделан, летим дальше у нас уже темно, поэтому свет еще хуже стал, но хочу вам показать вот что просто посмотрите 90 градусов Татьяна выполнила сегодня и перевыполнила задание, должно было быть 60 градусов но мой угол увеличится до 90 и это я вам скажу очень круто первый шаг сделан градусы растут так что все по плану я вам несказанно рада больно конечно но боль это уже радость перекрывает боль боль это второстепенная всем доброй ночи первый день после операции прошел успехи большие, я на позитиве теперь нужно выспаться и с новыми силами с новый день ну что началось то, чего я боялась чего я с предвкушением ждала бессонные ночи потому что болит все улыбаться тяжело, попросила обезболивающее держу лед спать нужно теперь в бандаже на такой штуке лежит нога и закреплена она бандажом я сверху положила лед чтобы хоть как-то успокоить эту ноющую боль плюс мне принесли еще поставили капельницу это неизбежно и это длится какое-то время кому как повезет ну я надеюсь что в этот раз у меня будет полегче и я буду справляться как-то попроще потому что я вспоминаю те бессонные ночи несколько месяцев сейчас надеюсь пройдет все побыстрее как бы я не хотела не принимать обезболивающее я понимаю что мне это лучше сделать сейчас отдохнуть чтобы завтра были силы спокойной ночи привет друзья сегодня второй день после операции ночь прошла кстати хорошо мне дали обезболивающее снотворное и я великолепно поспала утром нога чувствует себя намного лучше видимо движение это жизнь это правда хочу показать вам что у меня 107 градусов на машине я уже сгибаю ногу меньше боли больше движений больше уверенности поэтому каждый шаг с таким счастьем встречаю что трудно передать словами как бы не было все равно трудно и так далее я не могу не улыбаться потому что это правда счастье смотрите какой у меня уже угол сгибания я сама первый раз иду по коридору на физиопроцедуры жду лифт и поеду в спортивный зал выгляжу я сейчас вот так нога у меня прямая ну перемещаюсь как приятно выйти из номера как приятно встать с кровати и быть в вертикальном положении а не в горизонтальном grazie и раз и мы начали работать надо поднять ногу и это тоже чудо невероятный прогресс ты можешь сказать что татьяна молодец 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 отлично я думаю, что с видео я сделаю лучше моя первая тренировка закончилась держу лед и делаю растяжку посмотрите сколько вокруг ну просто весь спортивный зал обвешен игровой формой ну в преимуществе это конечно футболисты сколько знаменитых спортсменов да и не просто знаменитых а просто спортсменов, людей обычных людей восстанавливаются каждый день каждый день становится лучше лучшие версии себя эта травма не только приходит для нашей физики но и для нашей ментальности для того, чтобы мы лучше познакомились с собой, со своим телом со своими мыслями со своими желаниями это настолько глубоко что об этом, мне кажется, нам с вами придется еще много-много разговаривать в моей жизни этого было много и много этих осознаний и каждый раз ты встречаешь себя как будто заново после всего этого длинного периода ты понимаешь а вот это для чего случилось а вот это для чего произошло и поэтому у тебя появляется еще больше сил двигаться вперед и благодарить странно сейчас не звучало благодарить травму, благодарить ситуацию благодарить свое здоровье потому что таким способом где-то тяжелым показывает, где мы можем вырасти на первом этаже есть бар где можно заказать сок и я не удержалась я же теперь могу ходить конца до конца и свежевыжатый апельсиновый сок два стаканчика крупные иду как неваляшка зомби неваляшка ну кайф на второй день после операции это же просто космос называем лифт и едем на второй этаж больницу вам не показывала но все в одном стиле выполнено большая недостаточно все такое консервативное здесь ресепшн дальше по проходу если мы пройдем бар, откуда я вышла дальше приемная все просто а вот я на лифте сейчас перенимусь в зону гостиницы где я нахожусь живой на втором этаже здесь есть зеркало я могу себя показать я нахожу я нахожу нахожу вот номера где живут те пациенты которые здесь останавливаются здесь я обитаю у меня кажется пахнет лилиями потому что мне подарили букет наши болельщики болельщики моего клуба и там лилиями когда я здесь два дня подряд находилась конечно я этого не чувствовала а сейчас чувствую что пахнет лилиями спасибо моим болельщикам спасибо за внимание рассказываю день прошел замечательно прогресс огромный я не ожидала что такое может быть у меня есть чем сравнить с четырехлетней давностью и преодолением того же самого пути но тогда я совершила больше ошибок много очень времени потеряла испытывала непонимание страхи перед болью перед каждым движением казалось что я могу что-то еще сломать повредить надорвать потому что чувство после травмы такое что там все раздроблено все сломано и как это возможно все склеить здесь прежде всего ты не знаешь сейчас когда ты уже прошел один раз этот путь сейчас когда ты уже один раз преодолел ты понимаешь что все что происходит это нормально это просто восстановление это просто период это просто твое тело учиться и подстраиваться заново под новые реалии под новые ощущения и я очень рада что имею возможность записывать вам это видео делиться с вами этой информацией своими ощущениями своим опытом потому что все те кто проходит сейчас этот тяжелейший путь впервые наверняка думают что это очень очень тяжело и очень трудно выбраться из этой ситуации это все так если мы так будем думать мы должны доверять доверять своему телу этому процессу своим врачам реабилитологам усердно работать стараться преодолевать благодарить себя и свое тело тогда этот процесс будет мягче быстрее ну и в конце концов вас ждет прекрасный результат надеюсь что каждое видео я наполняю чем-то полезным надеюсь что вам эта информация откликается что она вас поддерживает вся моя любовь и поддержка с вами если вы находитесь в такой же ситуации как и я не сомневайтесь мы выберемся говорю мы потому что мы крутые мы с вами крутые мы обязательно выберемся видео свое завершаю часть из больницы заканчивается в следующем видео расскажу где я буду восстанавливаться ждет вас большой сюрприз буду же подробно подробно показывать свой период и путь к здоровью обнимаю целую люблю люблю по-руссу ну по-руссу по-руссу вот ракет по-руссу это